МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 часа в столице. В эфире новости. С вами Алмаз Ашим. Добрый день. За три года экспорт казахстанской продукции в Иран может увеличиться вдвое. В денежном эквиваленте эта сумма приблизится к 1 миллиарду долларов. Об этом заявил министр нацэкономики Руслан Даленов на пленарном заседании в Мажелесе. Депутаты рассмотрели временное соглашение о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Исламской республикой Иран. Проект позволит улучшить торгово-экономические отношения и расширить экспортный потенциал Казахстана. В частности, будут снижены пошлина на ячмень, семена рапса, овец и сталь из Ирана. Отмечу, в прошлом году взаимная торговля с Ираном достигла 516 миллионов долларов. Из них 426 миллионов – это внутренний экспорт. Изначально иранская сторона ставила вопрос о тысяче товарах. В процессе переговоров количество товаров было сокращено до 502. Следует отметить, что в импорте товаров мы заинтересованы. Это цитрусы, фисташки, определенные продукты, яблоки. В случае принятия данного соглашения ожидается снижение поступления. Ваза на том, что мы пошлины. Мы на предстоящие 3 года посчитали потери. По нашим расчетам, ежегодность потери составляет 120 миллионов тенге. Данные потери мы на РБК поддержаны. Но хочу сказать, что снижение став ваза на том, что мы пошлины предполагает рост импорта. И, соответственно, мы ожидаем дополнительных поступлений по индексу на импорт, что полностью перекроет данные потери по вознаграждению пошлины. Игромания, мошенничество, дорожно-транспортные происшествия – это лишь малая часть вопросов, в которых жители страны сегодня просили разобраться лично министра внутренних дел. На приеме к Ирлану Тургумбаеву записалось три десятка человек. И примечательно, что задавать свои вопросы могли не только жители Астаны, но и всего Казахстана. Большая часть обратившихся граждан уверены, что при рассмотрении дел их были допущены многочисленные нарушения. К примеру, в Ридере хозяйка детского сада уже несколько лет пытается судиться с представителями местного департамента антикоррупционной службы, которые обвиняют ее в растрате бюджетных денег. Когда уже дело было возбуждено, сотрудники антикоррупционной службы сказали, нужно заключить процессуальное соглашение о сотрудничестве, в котором вы описываете, значит, с кем вы там сотрудничали, по факту этих бюджетных денег. Хотя экспертиза и все аудиты показали, что таких оснований нет. Министр пообещал поставить в известность руководство антикоррупционного ведомства, которое проверит законность действий своих подчиненных. Между тем, сразу несколько обращений поступило из Шимкента. Одна из местных жительниц рассказала министру, что ее малолетнего сына сбила машина. Однако следствие установило, что мальчик сам прыгнул под колеса автомобиля. Еще одна уроженка Шимкента заявила, что стала жертвой мошенников, но обвиняемой стала она сама. Ирланд Ругумбаев поручил представителю министерства немедленно вылететь в Шимкент и разобраться с этими фактами. Главная наша задача – сделать работу МВД прозрачной, сделать полицию ближе к народу. Это будет не единственная площадка для встреч. Подобных мероприятий мы планируем проводить как можно больше. Также мы намерены активизировать работу с представителями СМИ и блогерами. Встречаться с населением будет также не только министр, но и его заместители и начальники областных департаментов. Фиктивные рабочие места создавали на предприятиях Восточного Казахстана. Так, предприниматели уклонялись от погашения кредитов и налоговых платежей. Заемщикам и представителям госорганов бизнесмены сообщали о наличии задолженностей по зарплате перед наемными работниками. По факту же таких сотрудников вообще не было. Дальше оформлялась процедура банкротства организации без конфисканции имущества. Якобы весь оборотный капитал фирмы был затрачен на выплату долгов по зарплате. Преступную схему раскрыли прокуроры области. В прошлом году было выявлено свыше 170 таких финансовых махинаций. Работники фактически отчисляли трудовые действия в других предприятиях, получали пенсионные отчисления в других предприятиях. И чтобы эти деньги ушли не на погашение, налоговое задолжение на погашение кредита, чтобы не достать деньги, он фиктивно выдает справки о наличии задолженностей по зарплате. 255 различных преступлений раскрыли с помощью служебно-розыскных собак за прошлый год в Жамбылской области. Четвероногие сыщики обнаружили примерно 400 килограммов различных наркотиков, в их числе больше 8 килограммов героина. С начала года собаки помогли раскрыть 34 преступления, изъять свыше 78 килограммов наркотических средств. К службе животных готовят в специальном кинологическом центре, который работает уже 30 лет и является одним из лучших в стране. Сюда приезжают специалисты со всего Казахстана и обучают собак необходимым навыкам. У каждой ищейки свой характер, поэтому подход нужен индивидуальный. Работают собаки по направлениям, то есть по следовой попуску человека, по наркотикам, по зурчатке. Собака готова к службе через полгода. То есть на протяжении таких лет, вот со дня рождения, начиная с двух месяцев, мы собаку уже воспитываем. Легко обучаем это немецкая овчарка, бельгийская, спаниели. Мы опять же, зависит от породы и зависит от высшей нервной деятельности собаки. Морскими пограничниками Казахстана и России в прошлом году задержано почти 2000 нарушителей всех категорий, изъято 204 плавсредства, выпущено в естественную среду обитания более полутора тысяч рыб осетровых пород. Такие цифры озвучили эксперты двух стран ВАКТАУ. На встрече были подведены итоги совместных оперативно-профилактических мероприятий за прошлый год и обсуждены планы на будущее. Подобные экспертные заседания проходят раз в год. Это своеобразная работа над ошибками, говорят организаторы. Обсуждаются средства связи браконьеров, их технические возможности и применение оружия при их задержании. Вынесенные экспертами предложения затем применяются на практике в Каспийском море. Программ службы Российской Федерации, они различных плавсредств, они только задержали 73, то бишь у нас больше на 43%. Других орудий браконьеров склова тоже имеется. Рыба осетровая порода, они задержали всего лишь 341 единица. У нас, естественно, больше на 72%. Практически вся рыба осетровая порода ходит на наших территориях, в Каспийском море. Поэтому браконьеры Российской Федерации идут к нам. Мы, естественно, больше задерживаем. В Павлодарской области внимание спасателей приковано к 14 населенным пунктам, которые может подтопить в паводковый период. Все они находятся в низинах или вблизи крупных водоемов. По данным метеорологов, в среднем высота снежного покрова в Прииртышье сейчас составляет примерно 20 сантиметров. Это в пределах нормы. Таяние снега уже началось, но еще не так активно. Специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации на реках и озерах, а также искусственных водоемах. Под контролем также проблемные участки частного сектора, которые могут пострадать от резкого подъема грунтовых вод. Максимально снижена угроза паводков в селах Байнаульского района, которые несколько лет назад пострадали из-за аварийной ситуации на дамбе, которая расположена в Карагандинской области. Ее укрепили и подняли стены на один метр. Всего к паводкам в регионе подготовлены полторы тысячи специалистов и 550 единиц техники. В случае обострения ситуации в соседних областях, Карагандинская, Североказахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанской области, с нашего региона будут направлены силы и средства, это в количестве 165 человек и 29 единиц техники, для оказания помощи по ликвидации черчейной ситуации весеннего периода. Соответственно, подготовлен запас продуктов питания для автономной работы на 14 суток для спасателей и необходимый запас горючих смазочных материалов. В октябре развернул свою работу противопаводковый штаб. Больше всего звонков поступает из частного сектора. На откачку талых вод уже отправили 100 осенизаторских машин. Еще 30 единиц тяжелой спецтехники готовят на случай ЧАЭС. В микрорайонах тем временем чистят ливневки от скопившегося за зиму мусора и льда. На окраинах построили дополнительные водоотводные каналы. На борьбу с паводками из городской казны направлено 200 миллионов тенге. На сегодня заготовлено 2000 тонн инертных материалов. И кроме того, специалисты объехали все паводкоопасные зоны. Угрозы потоплений пока нет. А в районе садоводческих коллективов расчищают русла восьми рек. Идут работы по углублению дна и укреплению берегов. Дачные массивы, которые расположены в руслах реки, являются паводкоопасными. Поэтому в первую очередь в тех участках проводятся берегов укрепительные работы. Сейчас изначально сразу до паводка назначили места, откуда начать эти мероприятия. Житель Караганды вынес из горящего здания семилетнюю девочку. Пожар произошел в частном доме, где находились взрослый, мужчина и ребенок. Девочку спас сосед до прибытия огнеборца. В пламя охватило площадь в 70 квадратных метров. Обрушилось потолочное перекрытие. Огонь в течение часа тушили 35 человек личного состава. В одной из комнат спасатели обнаружили обгоревший труп мужчины. Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Областной департамент ПЧС ходатайствует о награждении Сайрана Иргимбаева, который, к слову, сам является отцом троих детей. Супруг ехал с города, увидел, что дым идет. Он знает, что там ребенок, потому что наш ребенок с ней играет. Он говорит, что задыхаться начал от дыма. Говорит, сам еле дорогу назад нашел, когда с девочкой уже был. Второй раз хотел зайти, он сказал, что там дядя. Не смог, уже дым сильный был. О событиях в мире в американском городе Мадейра, штата Огайо. На дом упал легкомоторный самолет. Погиб один человек – это пилот воздушного судна. Сообщается, что в доме, на котором упало воздушное судно, находились люди. По счастливой случайности никто из них не пострадал. После падения самолет загорелся, и прибывшим на место катастрофы пожарным удалось своевременно его потушить. Полиция выясняет все обстоятельства данного инцидента. Один палестинец погиб еще несколько раненый в результате столкновения между израильскими военными и протестующими в городе Сальфит на западном берегу реки Ордан. 23-летний мужчина по имени Мухаммед Шахин был застрелен после того, как войска еврейского государства вошли в город. Между тем, представители армии Цахал, комментируя инцидент, заявили, что для разгона митингующих военные огнестрельное оружие не применяли. По подозрению в нарушении порядка были задержаны несколько палестинцев. Участники протестной акции выступали против израильской оккупации. Бельгия в числе нескольких других европейских стран не будет возвращать из Сирии своих граждан, ставших в разное время боевиками тыгил. Более того, брюссельский суд отказал в репатриации членам их семей. За последние несколько лет в страны Ближнего Востока из королевства уехали десятки сотен завербованных террористами бельгийцев. По информации силовиков, подсчитать их точное количество невозможно. Зачастую они попадали к экстремистам через третьи страны. Таким образом, две бельгийки Татьяна Вьелланд и Бухра Абдуалал сбежали из зоны боевых действий Сирийской Арабской Республики и находятся сегодня в лагере беженцев Аль-Хул. У каждой по трое детей. Они были заложниками у террористов и через родных просили о помощи. Но власти опасаются, что их приезд в страну повлияет на рост радикальных настроений среди молодежи. Поэтому суд постановил не способствовать реэмиграции жены и детей экстремистов. И ранее в Минюсте Бельгии заявляли, что можно вернуть из Сирии хотя бы детей, которые не ответственны за преступления их родителей. Но теперь и несовершеннолетним бельгийцам отказано в этом. Я совершила ошибку и за это меня надо наказать. Мое единственное желание вернуться к нормальной жизни со своими детьми и забыть прошлое. Считайте, что мы уже наказаны. Мы находимся в этом лагере уже полтора года. Жизнь здесь настоящая пытка. Дети не могут находиться в этих условиях. Здесь ведь ничего нет. Ни школ, ни образования. Для них было бы лучше, если бы они смогли уехать отсюда с кем-то из родственников. Главы альянса автоконцерна Рено, Ниссан, Митсубиши объявили о создании нового единого управляющего совета, призванного заменить старые структуры, которыми руководил ныне арестованный по делу о финансовых махинациях Карлос Гон. В новый офис вошли президенты компании Тьера Баллоре от Рено, Хирото Сайкава от Ниссан и Осаму Масуко от Митсубиши. Возглавил структуру Жан-Доминик Сенар, председатель совета директоров Рено. И при этом он заявил, что не станет возглавлять совет директоров Ниссан вместо арестованного Карлоса Гона. Бизнесмен был задержан в Токио по обвинению в сокрытии доходов, а также в том, что он переписал на фирму личные финансовые убытки. Гону грозит до 10 лет тюрьмы. Предприниматель провел за решеткой больше 100 дней. На прошлой неделе он вышел под залог в 9 миллионов долларов. На стартовом комплексе космодрома Байконур установили ракету «Союз-ФГ». Она доставит на МКС новый экипаж Алексея Овчинникова и Ника Хейга, которые не смогли туда попасть в октябре. Старт аппарата намечен на 14 марта. Полет пройдет по короткой шестичасовой схеме. Овчинников и Хейг должны были отправиться на МКС еще в октябре. Но ракета-носитель потерпела аварию через две минуты после старта. Экипаж сумел благополучно эвакуироваться и не пострадал. По результатам расследования Роскосмоса, причиной катастрофы стало непреднамеренное повреждение части первой ступени ракеты во время сборки на Земле. В продолжении космической темы, каргандинский школьник создал проект нового источника получения энергии в космосе. Для работы спутников Ярасел Тураров предложил использовать термоэлектрический эффект. Сейчас спутники работают от обыкновенных солнечных батарей. Предложение 11-классника сможет значительно увеличить производство энергии в космосе и повысит энергобезопасность. Проект школьника получил гран-при престижного конкурса юных исследователей в Корее. Разработкой заинтересовались исследовательские лаборатории, а каргандинским выпускникам престижные иностранные вузы. Во время моих расчетов я смог узнать, что 62% в общем я могу получить энергии с одного квадратного метра с моей предлагаемой системой энергоснабжения и данный проект полностью оправдывает себя как с экономической стороны, так и в целом с научной точки зрения. Продолжаем выпуск. Индикатор честности установили в Алматинском метрополитене в рамках пилотного проекта «Адалжол». Эксперимент рассчитан на один месяц. Все это время для пассажиров будут открыты дверцы турникетов. Проверять жетоны никто не будет. Такой способ проезда полностью основан на доверии к пассажирам. Пока безбарьерные турникеты работают только на станции «Алмалы». В случае успешной реализации проекта они будут установлены на всех девяти станциях метрополитена Алматы. Пассажир, который не имеет, например, жетона, не имеет карточки «Анай», но имеет кредитную карточку, подходит к турникету, прикладывает ее в данном кокну, срабатывает зеленый сигнал, и он проходит уже без всяких препятствий. То есть в любом случае ему надо будет оплатить. Но здесь определенные есть, конечно, риски. В том плане, что может кто-то жульничает с махинациями. Но тем не менее мы рассчитываем, что все-таки сознание алматинцев гораздо выше. Теперь оценить качество оказания госуслуг жители Алматинской области могут с помощью своего телефона. В Талдыкургане запустили новое приложение для смартфонов под названием «Диджитал Агент». Разработано оно по инициативе регионального департамента госслужбы. В критерии оценки входит оперативность, компетентность и вежливость специалистов. Пока платформа работает только для цонов. Приложение «Диджитал Агент» доступно для скачивания через App Store и Play Market. Уже сейчас через телефоны от жителей региона по всем сферам поступило примерно 900 сообщений. По ним уже принимаются соответствующие меры. Отмечу, это уже второе приложение, разработанное в рамках цифровизации. В конце прошлого года начала работать цифровая программа «Смарт Талдыкурган». Например, у меня 8 детей. Пришла за документами, а мне приходится сидеть. У меня детки дома. Конечно, намного удобно было бы. Буду пользоваться и всем могу сказать, что надо пользоваться этой услугой. В дальнейшем агентством планируется через данное приложение оценивать все виды государственных услуг, оказываемые на территории Республики Астана. В первую очередь это социально значимые услуги. Это сфера медицины, сфера образования, сфера социального обеспечения, землепользования, ЖКХ, архитектуры. И в дальнейшем будет распределяться, еще раз повторюсь, на все сферы государственных услуг. В Алматы представили образовательный проект «Альби Кас Жануар Лар», который поможет детям учить алфавит на латинице. Состоит он из трех частей. Мультфильм из 32 серий, настольная игра и комплект CD-дисков. Благодаря проекту, разработанному Центром развития языков и перехода на латинскую графику города Алматы, дети дошкольного и школьного возраста быстрее адаптируются к новому алфавиту. «Альби Кас Жануар Лар» идет в ногу со временем, поэтому организаторы разработали также мобильное приложение, которое поможет развить интеллект, логику и воображение ребенка. Уникальные разработки этого проекта бесплатно будут внедрять во всех детских садах и школах города. Изучение языка в таком формате позволяет быстрее усвоить материал и запомнить буквы. Ребенок сначала смотрит мультфильм, а потом развивает полученные знания в игровой форме на специальной доске. В Щучинске стартовали третьи зимние молодежные игры. Состязания на территории Республиканской лыжной базы продлятся почти до 22 марта. В них принимают участие спортсмены с 97 по 2004 года рождения. Представлено 17 видов спорта, но больше всего приехало биатлонистов. Сегодня у них начало официальной тренировки. В последующие дни ожидается смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт и отдельно мужская и женская гонки. Приехали с чемпионата Европы, который проходил в городе Шушин, Норвегия. Участвовали там в соревнованиях. Вот приехали домой. Сейчас будем участвовать здесь, чтобы повысить свои качества спортивные и показать хорошие результаты. Зимние молодежные игры проходят раз в три года. Эти игры, которые сейчас проходят, получается, по счету они третьи. Республиканский центр олимпийской подготовки в рамках молодежных игр проводит непосредственно соревнования по биатлону. Сегодня официальная тренировка будет определяться победителям в данном виде дисциплины. И в целом по итогам игр определятся победители, то есть представители регионов. Прямо сейчас наш эфир продолжит выездной брифинг службы центральных коммуникаций из АТРАУ. Тема брифинга и итоги работы по факту гибели рыбы в реке Урал.